привет всем привет сегодня у нас юбилейный выпуск потому что 100 видео 100 видео мы сняли смонтировали и показали вам да и сегодня мы вам расскажем внимание сколько мы заработали на блоге и какие у нас план на будущее да поэтому не отключайтесь все видео будет о блогерской кухне и и и и и и и У нас сегодня юбилейный выпуск, 100 выпусков за два с половиной года, да, наверное, уже скоро будет три в апреле. В апреле будет три года, да, поэтому у нас задача простая сегодня – решить, что же мы будем делать дальше. Мы подготовили пять вопросов, и сейчас друг другу позадаем, а вы с нами поучаствуйте в ответе на эти вопросы. Да, если вы хотите поддержать наш канал, то все ссылки для того, чтобы сделать донат МЗУ. Расскажи про любимый выпуск. Ну, любимый выпуск, наверное, один из последних, как мы ездили в Гленко, потому что там и виды красивые, и дрон, и вообще, и много впечатлений, поэтому посмотрите, если кто не видел. Долина Гленко – одна из самых живописных долин Шотландии. Надя, какая она Шотландия? Прекрасная. А твой? Да. Мой любимый выпуск точно в Гленко, потому что мы ездили, это было первое наше путешествие большое в Шотландию, насколько на две ночи, и мы ездили вместе. Мне кажется, что, как помимо видео, там просто было классно, и да, это вот такие очень приятные впечатления, ну, просто об отпуске в Шотландии, да. Следующий вопрос. Что самое сложное в ведении блога? Ну, наверное, постоянно придумывать какие-то темы интересные с учётом всяких ограничений, так скажем, по времени и возможности уехать из города и, наверное, поднять себя с дивана, чтобы сделать его. Ну, есть, опять же, за два-три года ты смогла изменить отношение к блогингу, ну, именно поднять себя с дивана? Ну, поскольку мы с тобой делаем, пытаемся сделать что-то на двух платформах, соответственно, нам нужно с тобой поднять себя с дивана много раз, да, отношение изменить, наверное, оказалось, что это не так просто, как думалось, и поэтому это большая работа, и отношение, наверное, в этом смысле поменялось, то есть нужно постоянно что-то делать и мотивировать себя энтузиазмом. Что насчёт тебя? Мне кажется, для меня самое сложное вкладывать очень много времени, очень много усилий и вообще не знать, куда это приведёт. То есть мы иногда себе задаём вопрос, это сможет ли стать нашей карьерой или сможет это перерасти во что-то большее, будет ли у нас, опять же, поддержка зрителей не только в виде комментариев, но и в виде донатов, и вот эти вот вопросы, которые мы не знаем ответа. То есть мы продолжаем делать, но не всегда уверены в том, что мы это делаем, это куда-то приведёт. Но как бы как недавно Птушкин говорил, у самурая нет цели, у самурая есть путь. Вот я считаю, что путь у нас есть, а цель, ну, посмотрим. Я надеюсь, конечно, что будет хэппи-энд или хэппи-континьюэйшн, но тем не менее, да, движение, жизнь. Продолжение следует... Да, какие инсайты открылись, Надя? Вот с того момента, опять же, с первого видео, то, чего ты не знала? Ну, я не знала, что это, говорю, что это сложно, что это требует постоянной работы, и это не просто съёмка перед камерой, это много часов монтажа. Да, мы освоили, опять же, кучу всяких программ, которые раньше вообще не знали о их существовании и спокойно жили. Вот теперь мы это всё освоили и понимаем, что это всё реально не так страшно. Я думаю, что нам пригодится в будущем, опять же, независимо от того, куда нам это нас приведёт. Ну, не знаю, какие инсайты ещё. Сколько, сколько на монтаж занимает? Сколько зарабатываешь? Да, сколько зарабатываешь? А вот, кстати, в конце мы скажем, сколько же мы заработали на Ютьюбе. Да. Страшная тайна. Скажи мне, пожалуйста, сколько на монтаж занимает в среднем у тебя видео? Монтаж в среднем, в зависимости от размера. Были такие, которые занимали 2-3 часа, и были такие, которые мы делали несколько, мне кажется, идей, каждый день по несколько часов. То есть, зависит от размера, нужен ли перевод, но это не всякие моменты. А у тебя? Ну да, вот, опять же, я начинала с программы Adobe, потом я перешла на программу DaVinci. Кстати, опять же, кто интересуется монтаж, вот, DaVinci мне очень нравится. Она не только своей бесплатностью, не нужно ничего платить за DaVinci Resolve. За Adobe мы платили около 20 фунтов в месяц, что, в принципе, достаточно высокая цена. Это 2000 рублей в месяц за пользование программой. DaVinci бесплатная, и DaVinci не уступает по каким-то таким характеристикам техническим. При этом, ну, по крайней мере, вот на том уровне, на котором я монтирую видео. Вот, а занимает, вот самое длинное видео у меня на новой программе на DaVinci, это был Гленко. Я его монтировала, наверное, неделю по часа два-три. Три дня и была путешественниками. Да, да, ну, действительно, очень много часов было работы. Ну, а дальше, как я научилась, сейчас где-то около пяти-шести часов. Ну, то есть, это не мгновенно, я бы так сказала. Ну, и финальный вопрос. Какие планы дальше? Будем мы с тобой продолжать или не будем? Этот, кстати, вопрос мы часто друг другу задаем. Да, у нас постоянно такие горки, то мы меньше, то больше хотим. Но, наверное, мы вошли в какое-то стабильное русло, то есть мы уже снимаем. Вне зависимости от того, к чему это приведет. Вот мы просто это делаем. Это, знаете, как надо сходить в спортзал и все, хочешь, не хочешь. Иногда периоды, что не хочется ничего делать. Сейчас период, вроде мы решили снимать больше. Не знаю, получится ли у нас это, потому что, опять же, нужно много часов на работу. Плюс у нас у всех есть семьи, которые тоже на нас всех, и нам нужно все успевать. Поэтому, не знаю, я думаю, что мы будем делать. Но хотелось бы, не знаю, сделать лучше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и финально. Сколько ты зарабатываешь? Да, кстати, будем так говорить. На второй год мы подключили монетизацию. То есть ту рекламу, которую вы видите, ее подключили мы, простите нас. И она нам ничего не дает. Но она так или иначе должна за просмотр рекламы капать деньги. И вот некоторые люди думают, что когда реклама подключена, все, мы ездим там сразу на суперавтомобилях и в первых классах самолетов. Мы можем озвучить, сколько мы... Да, да. Вот. И поэтому я бы хотела как раз сказать, сколько мы заработали. Мы заработали за три года ведения блога... Сто долларов. Сто долларов. Я просто, да, фунты пыталась перечислить. Нули считала. Ну, то есть, да, да. То есть, в фунтах это где-то 80, да, наверное, 80 фунтов. Поэтому, если вы думаете, что блог это ради денег, спешу вас огорчить, ничего подобного. Вот. Но, опять же, вот здесь нужно такое... Мы... такое вступление. Если вы вдруг хотите нас поддержать, вы знаете, как это сделать. У нас есть PayPal, можно стать нашим патроном. Ну и вообще просто комментарии, шеры, лайки, репосты, они тоже максимизируют нашу без того максимальную прибыль. Ну и последнее. Мы хотели... Поскольку сейчас всё закрыто, и мы, собственно, никуда не можем не пойти, не поехать, не показать вам. Если у вас есть какие-то вопросы к нам, мы с удовольствием ответим. Пишите нам в комментариях, а мы потом их все себе запишем на бумажечку. Да. И ответим на них. В прямом эфире, я думаю. Да, давайте договоримся так, что вы пишите вот под этим видео нам вопросы. Мы выбираем самые классные, самые интересные, на которые мы ещё не отвечали. И да, и отвечаем. Где-нибудь там, не знаю, через пару-тройку месяцев мы сделаем это видео. Нет, ну просто, чтобы собралось с нашим количеством комментариев, в принципе, нужно накопить сначала эти вопросы. Так что пишите. Ладно, да. Спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Подписывайтесь, там, все дела. И напишите, пожалуйста, с какого периода времени вы с нами, сколько лет вы с нами или месяцев, вот, потому что очень интересно. Я некоторых знаю и узнаю, и вижу, что с самого начала кто-то присоединился к нам недавно. Очень интересно, как вы нас нашли и с какого момента вы с нами. Ну всё, на сегодня всё. Пока-пока. Увидимся, надеюсь, скоро. Да, и вы можете нас поддержать, посмотрев наше видео. Продолжение следует... Продолжение следует...